Всем привет! Вы на канале Татьяна Ковальчук. Сегодня занимаюсь со своим миртом. Вот такой у меня большой мирт вырос. Немножко у него крона неровная. Я его периодически подстригаю. Вот сейчас я добавила немножко земли, потому что с поливами она уплотняется, как бы оседает, вымывается. Хорошо полила, порыхлила, подкормила комплексным минеральным удобрением слегка. Опрыскала. Мирт очень любит опрыскивание. Такие у него листочки. Мелкие, их очень много. Вот такие приросты. Растет он круглый год. Вот эти светленькие, это приросты. Всё лето он у меня рос на даче, стоял в беседке. Не смогла его бросить, потому что его без внимания нельзя оставлять. И вот сейчас у него крона такая угловатая. Несколько лишних побегов. Я его хочу подстричь. Черенки прекрасно укореняются. Я уже имею опыт укоренения черенков Мирта. Сильно обстригать не буду, хочу, чтобы он у меня цвёл. Если делать очень сильную обрезку, каждый год и по два раза, я периодически макушечки обрезаю, чтобы он был пушистый, тогда он просто не будет цвести. Я хочу, чтобы он цвёл. И вот так вот смотрю, которые выступают веточки, я их буду обрезать. Хочу немножко, чтобы он был аккуратненько, шапочка у него была. Да, многие формируют очень разно, по-разному. Такая крона получается очень густая-густая. Но у меня он, скажем так, немножко запущенный. Но ничего, мне нравится. Мне нравится то, что у него вот такой вот ствол уже, как у настоящего дерева. Вообще красота-красота. Вот так вот обрезала, уже получше, да? Вот это место немножко ещё обрежу. Да, мирт, вот кто выращивает бонсай из мирта, очень его стригут беспощадно. Тогда получается красота-красота. Вот эту веточку я тоже обрежу. Вот эту обрежу. Вот так получается. Хочется, чтобы вот здесь этой пустоты не было. Надо дать срезать макушку, пойдут боковые расти. Также вот эти веточки очень вытянулись, прямые. Если я обрежу, они распушатся. Казалось бы, наоборот, не надо трогать, потому что здесь меньше, чем с этой стороны. Но надо. Если эту обрезать, пока не буду. Кто-то сразу кардинально обрезает, я кардинально жалею его. Вот с этой стороны так получилось. Теперь надо повернуть. Посмотреть, как он будет смотреться с этой стороны. С этой стороны больше у него зеленых приростов. Больше света, наверное, попадало. С этой стороны вот здесь что-то. Очень сильно. Уберем все лишнее. Так вот получше. Мы еще раз повернем на эту сторону. Посмотрим сдалека. Вот это выступает веточка. Такой запах пошел. Очень приятный. По-разному. Кто-то хвойный запах слегка. Мне напоминает розмарин запах. Очень хорошо пахнет. Самое главное, хорошо очищает помещение. Вот, наверное, так оставлю пока. Вот сколько я нарезала черенков. Маленький, конечно, выброшу, а который побольше, зачеренкую. Так, ну вот сейчас это у нас лицевая сторона горшка. Посмотрим, как он смотрится. Смотрится он так, что просится еще обрезочка вот здесь. Пока оставим. А то так можно кромсать очень сильно. Обрезать быстро, а нарастает не так быстро. Вот такой у меня подстриженный мирт получился. Сейчас сделаю череночки. Вот такие череночки. Кажется, такой маленький. Что из него вырастет? Вырастет очень даже такое же дерево. Ну, конечно, не очень быстро. Сейчас я нижние веточки уберу. Поставлю в воду, подготовлю, куда я их буду высаживать. С корневином посажу и будут расти. Ну, вот на этом я заканчиваю. Так вот, красивый мирт у меня стал. Аккуратный. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго. До свидания. Продолжение следует...